Сегодня лекция на тему гиперчувствительности хвойной продукции. Фиолковская Юлия Евгеньевна. Не надо авансов. Дорогие друзья, я вас приветствую. Мы сегодня продолжаем. Ну вот это действительно цикл лекций по хвойной продукции. Но я уже его так для себя назвала «Ёлки-палки». Мне нравится, потому что это правда. Потому что ёлки и палки, потому что мы не обращаем на них внимания, они для нас готовы дать буквально всё, только мы не готовы взять от них буквально всё. Хотя вот у вас есть компания «Отличный продукт». Вот этот на основе дегидроферцетинов. Мы это уже всё прошли с вами, да? А сегодня я хочу вам сразу сказать, что я не буду вам, как там какой-то профессор, с какой-то кафедрой, с холостом, начитывать там эту аллергию, потому что там вообще тёмный лес и опять же тайга густая. То есть те же самые ёлки-палки. Никто ничего толком не знает, потому что иммунная система – это бесконечно сложная, бесконечно сложная. Но факт в том, что именно фитостерины принимают самое активное участие в работе вот этой самой иммунной системы. Ну, аллергия, в принципе, это часть, я бы сказала, иммунологии. И каждый из нас в своей жизни хотя бы раз сам переживал вот эти эксцессы аллергические, да? И сталкивался с этим, и получал самые разные впечатления. Бывает смешно, например. Ну, так у нас такое чувство юмора, да? Там, допустим, верёвку протянул, человек сфотнулся и упал. Мы страшно смеёмся, но смешно. Так же, как человек вдруг что-то съел, и вдруг начинает неудержимо чесаться, у него из глаз текут слёзы, нам тоже как бы смешно. А бывает совсем не смешно, когда происходит в результате соприкосновения с неизвестным даже человеку аллергеном, у него вдруг возникает оттёк гортани, у него наступает асфиксия, он падает, синеет, бьётся в конвульсиях. Может быть, это происходит где-то в общественном месте. Все стоят и не понимают, а что нужно сделать. Может быть, он пьяный. Если он упал, у нас это значит, что он пьяный. Если он синий, думают, у него это инфаркт или болит, а что-то такое, да? А это может быть отёк гортани, который приводит к моментальному сужению, такой массивный отёк, да? И вот я знаю, например, один такой случай, когда на стадионе при огромном скоплении народа находчивый человек, просто на стадионе вы понимаете, чем занимаются русские люди, они кричат страшно, выбрасывают из себя эндорфины всяческого рода, и пиво, потому что бутылку там нельзя платить. И вот он увидел какую картину, и не разбираясь причинок, вот так разбил эту бутылку, горлышком разрезал, ну не перерезал, конечно, а разрезал область гортани, вам на всякий случай скажу, бутылку гортани, это вот хрящ, который при глотании поднимается вверх-вниз, это вот щитовидный хрящ. То есть, конечно, угодить можно и в артерию сонную, там, ну это как бы не надо. И вот он его разрезал вот так вот, и вставил вот это вот горлышко, и человек постепенно начал дышать. Ну, видимо, там ещё не такая была степень асфиксии и удушья. Ну, короче, спасли. Ну, смотрите, про аллергию, как бы раньше была медицина, которая понимала, сегодня медицина, которая как бы знает, да, вот в пятом веке до нашей эры, товарищ Гиппократ, да, который лечил абсолютно всё, абсолютно всех, и он уже в пятом веке до нашей эры заметил проявление аллергии, не зная, что это такое. То есть он заметил, что бронхоспазм, то есть вот это удушье, это классическая картина спазма бронхов, когда человек может вдохнуть, но он выдохнуть не может, потому что у него зажались, вот этот бронхи же тоже имеет мускулатурку такую маленькую, да, они зажались, и он не может выдохнуть, а соответственно у него скапливается воздух, он не может и вдохнуть потом. Понимаете, как? Вот, он заметил, что такие состояния возникают в холоде каком-то, но он где жил-то где-то, извиняюсь, на востоке? В греческом зале. Значит, он жил там, там у них тепло, но видимо тоже пошел снег, ну чего-то такое. То есть это было уже начало, да, инфекционной астмы, инфекционной аллергической, то есть связанной с обострением, то есть с оживлением микроорганизмов в ответ на похолодание. И он еще заметил классический случай пищевой аллергии, то есть он заметил, что очень многие люди, поедая в небольших количествах самый вкусный, и то, что в Греции очень популярно, самый вкусный сыр козий тоже начинает задыхаться, чесаться, извергать слезы и так далее, и так далее. Ну и все, и он их там каким-то образом лечил, а каким-то нас это не дошло. Собственно говоря, и сейчас лечение вот этой самой аллергии, оно представляет собой очень трудно разрешенную задачу. Понимаете как? То есть все нам трудно, нам легче всего заниматься действительно тем, чем занимаются сетевые компании. То есть заниматься нужно профилактикой. Вот. То есть по-простому доктора сами говорят, по-простому. Ну бывает такое, не даст соврать мне в лейтенант. Вот. Они сами говорят, доктор, ну вот почему вот я там допустим вот туберкулез лечу, уже почти вылечится от туберкулеза, и опять-таки в лечении туберкулеза большое участие принимает витопринол. А вот печень-то сгубили вы мне, а доктор разводит руками, ну а как хотите, одно лечит, другое калечим. А без этого можно обойтись на самом деле, и не так это уже сложно. Так вот. Вот начиная с... И только в 20-м, в конце 20-го века уже начали там что-то писать про аллергию, и как это все получается. Ну механизмы ее настолько безумно сложны, что мы... Я сегодня буду упрощать маленько, чтобы вы там себе голову не загружали, файлы свои. Вот. Значит, хочу вам сказать, что... То есть вот эта атака аллергическая, она может быть абсолютно у всех. Чаще всего она бывает у детей, да, в пубертатном периоде, когда тут гормональная перестройка начинается. Ну, у пожилых там или уже легче, им жить уже становится легче, да, особенно легко, когда они перестают уже дышать. Ну это я так, потому что нужно радостно встречать свой конец. Вот. Минуточку. И... Но всегда, почти всегда, люди не понимают и страшно боятся чего-то, да, если они видели вот такие эпизоды аллергии, они страшно боятся вот этого приступа. Вот Дина Дмитриевна пришла. Вот смотрите, но вы должны очень хорошо понимать, послушайте меня, очень хорошо понимать, что никогда аллергия не может возникнуть на то вещество, которое в организме не бывало. Никогда. С заключением очень редких казуистических случаев идиосинкразии. Очень редких, понимаете. Для того, чтобы вот эта реакция произошла, нужно, чтобы было в организме что? То, что должно чужеродные вещества, то есть антигены, что? Каким-то способом уничтожать. Способов достаточно много. Там это и лизис, и гемолиз, и всякие разные чудеса биохимические, понимаете как. Поэтому бояться не надо, потому что при внедрении в организм чужеродного агента, повторяю, есть классификация очень громоздкой аллергии. Любого. То есть чаще всего бывает какая-то лекарственная аллергия. Вот лекарственная. И даже есть уже семью у меня. Раньше в учебниках не было. Этого лекарственная болезнь. Я думаю, вот такой толмуд лежит. Я его открыла и закрыла. Очень все страшно. Там всякие облезшие люди, покрытые водителями. У нас все на страшилках основанных. Вот мне это не делайте, этого и этого не будет. Раздувшиеся суставы, там страдаческие лица, боже мой, боже мой. И какие-то безумные иммунограммы у всех. Я ее закрыла сразу, потому что люди-хроники, которые страдают разными заболями, обязательно нарвутся на какой-то препарат, который потом им может выдать любой сюрприз. Вот лекарство. И особенно к таким аллергенным лекарствам относятся что? Вы сами знаете. Антибиотики. Это антибиотики. В какой-то степени пеницерин был живой. Он был живой. Сейчас синтетика пошла всякая. Тем хуже. Тем хуже. Понимаете как? То есть биохимики вторгаются в такую область, что сами ничего понять не могут. Поэтому любой лекарственный препарат должен 10 лет опробироваться на огромную калистерию и только потом его выкидут на рынок. И что? И все равно мы встречаемся со случаями аллергии. Аспирин очень аллергенный. И особенно важно то, что аспирин может сам по себе вызывать аспириновую астму. Вот этот самый бронхоспазм с последующим ухудшением дыхательной функции лёгких, потом дыхательной поверхности, потом туда обязательно микробы налезут, потом будет аллергия, пневмония хроническая. И что? И в оконцовке так называемый хоббл. Хоббл это просто особая статья. Это гормонозависимое заболевание, хроническая обструктивная болезнь лёгких. То есть если у вас в семье, в коллективе, среди родных и знакомых, соседей по даче есть люди, у которых бывает бронхоспазм какой-то спорадический. То есть я уже перехожу, ну много ликософониламиды там, да практически любое лекарство. Даже самые безобидные. Но даже вот хлористый кальций, хотя он сам тоже может вызывать. Если вы хотя бы один эпизод заметили этого, то вы должны этому человеку пояснить, что видимо у него какой-то может быть сильная лихорадка. Вот когда самая работа в саду, да, когда всё цветение начнёт, там хватается за все места, и лопату эту бросают и не может дальше. Понимаете как? Вот это та самая классическая сильная лихорадка, которая отправляется насморком, связотечением и неприличным совершенно зудом. По часу, но я на прошлой лекции рассказала, как такой дяденька приезжал ко мне и всё время чесался. На себе не показывают. Вы потом вырежете это. То, что я на себе это сказала. Вырежете потом. Так, смотрите, значит, а что вы дальше ему должны сказать? Вы должны ему порекомендовать сразу с этим делом заканчивать, не допускать второго приступа. То есть вы должны порекомендовать заниматься вторичной профилактикой. лаптикой. Не надо сразу хвататься за лечение. Не надо. Погубят. Понимаете как? Дальше. Ну, это вот пыльца и так далее. Цветущая амброзия, там, сирень, все такое. И, конечно же, нас очень волнует то, когда у нас отнимают самое дорогое. А что это такое? Это у нас отнимают еду вкусную. Кусок хлеба из арка. Да, вытаскивают. Почему? Потому что вот эта пищевая аллергия, она как раз относится к области непереносимости самого вкусненького, самого десертного, самого деликатесного. Да? Пошел ты, накопил ты денег, хочется тебе авокадо съесть, авокадо. Купил ты ее, не знаешь, что с ней делать, потом кое-как ее съел. Да? Ну, понравилось. Пошел в другой раз, съел. А на вторую неделю съесть не смог. Потому что появилась тошнота, рвота, диарея и коликообразные боли в животе. Это тоже проявление аллергии. А в дальнейшем может сформироваться синдром напряженного кишечника. А почему? А потому что то, откуда исходят вот эти, так называемые, медиаторы, они в больших количествах находятся во всех слизистых. нос, носоглотка, гортань, бронхи, слизистая двенадцатиперстная кишки и в гладкой мускулатуре всего того, что нам выбрасывает гормоны, да, полезные для нас. Вот эти самые медиаторы воспаления, вот они такие и творят безобразие. Соответственно, когда у человека, хорошо, если ребенок, он еще мало видел в жизни, там, не ел того, всего, пятого, десятого, но обязательно ему купили батончик НАЦ или Марс или там Сникерс или там не знаю что. Этот ребенок ел-ел две недели, ну обычно вот образование иммунного ответа происходит к концу второй недели, не сразу это все происходит. Почему я говорю, никогда не бойтесь чего-то неведомого, первый раз вам спокойно пройдет, понимаете как. И старайтесь, если вам хочется вот этого, за две недели уложиться, наесться вот этим чем-то, напиться чем-то другим, да, и потом спокойно от него отдохнуть. Дело в том, что вот при внедрении чего-то непонятного по структуре в организме начинают вырабатываться иммуноглобулины Е. А дальше происходит страшно интересная и, как говорят в народе, очень прикольная реакция, которая вызывает вот все то, что мы называем аллергией. Вот. Поэтому люди, которые страдают пищевой аллергией и чаще всего, ну дети, там клубника, шоколад, сливки, мороженое, сладости, да, какие-то вот эти сладкие добавки, типа ванилина и так далее. А вот взрослый человек, тот, который как бы уважает себя, ест правильно, питается правильно, то есть у него рацион богатый, и вот вдруг нарывается вот на этот аллергический эксцесс, а он не знает, что вызвало. Он говорит, ну что я сегодня ела, обрач его спрашивает, ну что вы ели, ну как что ели, там то, другое, котлеты, ну и он, понимаете, и он не знает. Вот таким людям очень сложно избавиться от этого, потому что они вынуждены есть даже специальная элиминационная диета, которая что, призвана уничтожить или удалить и пресечь контакт совсем, потому что человек не знает на что, он может только предполагать. и вот такие вот люди и в плане того, что мы позиционируем витапринол, как что? Средство функционального питания. Так это? Или не так? Так, так. Молодцы, потому что мы уже говорили о том, что весь просвещенный мир кушает фитостерины абсолютно в составе любых продуктов функционального питания, я вам говорю, вплоть до мороженого и лимонада. Нам не дают. Не дают нам. Понимаете, как? Геноцид. В легкой форме. В легкой форме. Значит, вот, пожалуйста, вам. И вот эта элиминационная диета человека мучает до такой степени, что он потом говорит, тогда лучше пусть аллергия будет, чем такая элиминационная диета. Им трудно. Понимаете как? И вот в этом плане, в этом плане в Элтабе есть такие продукты, которые позволяют вывести вот эти иммунные комплексы, о которых я все время вам пытаюсь сказать. Значит, где? Что? Вот смотрите. Я всегда говорю, ничего мы не знаем про себя вообще. Вот если человека нарисовать, да, ну, то есть там клише какой-то, чего-то, руки, ноги, огуречек, вышел человечек, да, то обычно на картинках, на таких, ну, где нормальное клише, рисуется красным цветом, красным цветом, рисуются вот такие вот, наносятся точки. Их очень много. То есть это что? Это те самые клетки иммунитета, клеточный иммунитет, самый такой, как бы, понятный, клеточный иммунитет. И вот эти, то есть везде, по ходу лимфатических сосудов, они так же, как и пиляры, везде, да, размещены, как бы, ну, это вот система лимфообращения. и я вам говорила, что ее не даром 200 тысяч километров находится, да, по ходу всех лимфатических салют, лимфоузлы у меня болят. Это почему? Потому что они принимают участие в иммунном ответе, в реакции, воспалении, очищают это, все выбрасывают, да, но это клеточный иммунитет, это и печень, и селезенка, и щитовидная железа, и пара щитов, господи, что я говорю, вилочковая железа, и так далее, и так далее. И если, ну, каким-то образом их выделить, их взвезить, получается, что человек общим весом 80 килограмм имеет 2 килограмма и 700, ну, может быть, 2,5 килограмма вот этих самых иммунных клеток. Вы себе не можете представить какая-то красота. Почему они столько весят? Чуем? Почему они столько весят? Почему они называются тучные? Вот эти тучные клетки, собственно говоря, и есть первейшая клетка для иммунного ответа. Ну, будем говорить, что это лимфоциты. Потому что иммунитет а лимфосистема. Понимаете как? Значит, вот они, ну, крупенькие клеточки, вот представьте, себе, на поверхности всех этих лимфоцитов, они, знаете, какие хитрые? Вот они в крови лимфоциты, да? Лимфоциты, лимфоциты, белая кровь. Лимфоциты. И так вот, лимфоциты умеют выходить вот так вот из сосуда и по межклеточной жидкостью, лимфоциты, и вступать в реакцию с теми самыми цитофинами, которые есть у нас, которые стимулируются в ответ на что? На прием фитостерина. А сейчас самая вот интересная цифра такая, ну, как бы цифры обычно впечатляют, и глаза люди не закрывают вот так, когда им показывают что-то скрюченное. Вот для того, чтобы эти фитостерины подействовали и вызвали все то, что они вызывают, ну, еще раз, снижение холестерина, онкопротекторное действие, там, имуна, и так далее, вот нужно всего лишь 150 чего? Чего 150? Вот, вы знаете. то есть 1 фемтограмм, фемтограмм, или 150 молекул. Это уже информационный уровень. Понимаете? Это уже нам трудно. Что? А что вам трудного? То есть мы говорим о том, что значительные эффекты оказывают минорные компоненты пищи. Их мало. Понимаете как? Ну, они безумно эффективны. Ну, 150 молекул это лучше, чем гомеопатия. Вот. И вот они начинают глимпоцитики-то. Они куда бегут? Они бегут всех оповещать, что кто-то есть в организме. А цитокины направляют их. Потому что это информационная молекула. Вы помните? Пептиды. Так вот. Они бегут и кричат. А в организме враг. И дальше. А как они этого врага ощущают? Вот я нарисовала эту круглую клеточку красивеньким таким гадрышком. И беру это мозг клетки, да? И у него на поверхности вот представьте себе, что у него на поверхности до 300 тысяч рецепторов, которые улавливают именно те иммуноглобулины что-то неправильно написала. Иммуноглобулины Е. Но они, повторяю, образуются, когда кто-то пришел чужой. Он достает? Он достает. И вот тогда вот эти рецепторы это не просто какие-то щупаются, как у кальмара, допустим, да? Но и то он что-то там чернила какие-то выбрасывает. Это гранулы, которые наполнены биологически активными веществами, которые называются медиаторы воспаления. И прежде всего вы слышали такое слово? Антигистаминные препараты. Слышали? Так вот. Вот они сталкиваются с иммуноглобулинами и те, что делают? Они как будто воздушный шарик вот так прокалывают. И тогда они же будут гранулы. Тогда происходит что? Разгранулирование. Распечатывают. И из них начинает выделяться гистамин. И в гистамин это еще ладно, но когда гистамина много, излишки, вот тогда и крапивницы, и вот этот зуд, и тогда это значит антигистаминные препараты. Первые были димедрол, тыпольфен. Самые первые были, конечно, что? Хлористый кальций, глюканат кальций, кальций, глицер, кальций. Заметьте себе. А что у нас делают фитостерин? Они стимулируют у нас что? Глазные фарсы. Глазные фарсы. Молодцы. Вот. И соответственно, а что? Не записали? То есть, фитостерины, то есть, сырьем для синтеза витамина Д под действием солнца является фитостерин. И точно так же, повторяю, вот такие ничтожные количества это делают. Вот. А самое первое средство было от аллергии скоропа глиного пицца. Правильно? Вот. И нам... То есть, кто понимает, что такое натуропатия, он не потащится, извините, в аптеку и не накупит себе димедрола. То есть, его уже сейчас никто не считает за... Никто его не считает за противогистаминное средство, а от него спят. Понимаете? Это эффекты побочные, которые очень мешают нам пользоваться этим. Но гистамин это еще, как говорится, детский утренник, потому что это медиаторы, которые вызывают воспаление. Но кроме этого есть еще лейкотриены, вы тоже слышали, а он действует в тысячу раз примерно сильнее лейкотриены, чем гистамин. А есть еще и просто блондины и так далее, и так далее. Вот. Что вызывает вот это вот столкновение вот это. Понимаете? Это потрясающе. Это потрясающе. И так? Вот так. Но поскольку на образовании повторяя иммуноглобулинов нужно время, значит вы можете спокойно есть какие-то заморские. А вот тут вам случай простой. Приехали там в какой-то гуа, например, да? Что-то вам там подали на тарелки. А извините, фиг его знает, что там такое. Понимаете как? Какие-то безумные соусы и так далее, и так далее. Вот вы наелись, а боитесь. Боитесь. А не надо бояться. Первое столкновение ни к чему не приведет, на глобулинов не произойдет дегрануляция. Понимаете как? Но, если оно уже произошло, а тогда уже, извините, но я еще не сказала вам о том, что есть и аллергия, кроме того, какая еще? Профессионально. Это вот работники, там, это пыль, там, шахты, там, я знаю, что. Фармацевтическое производство, синтезы какие-то, ну, фабрики там, заводы, то, что там дым выбрасывают, это все такое. Понятно, да? Вот. Так вот, смотрите, на чем же основаны, вот какие вот эти механизмы, как мы действительно можем сюда фитостерины подключить? В любом случае аллергии происходит в принципе одно и то же. В принципе, повторяю, лимфоциты бегают, бегают, всем сказали, что враг пришел, да? А потом они, ну, то есть это бесконечный процесс, а потом вот они и садятся и ведут уже оседлый образ жизни, то есть они садятся, повторяю, там, где есть слизистые оболочки и, естественно, что капилляры. Вот они там сидят уже и, повторяю, их особенно много. Вот тут, то, что я вам показывала, да? И легкие жмутчинки, 6-летрак и кожа. Значит, первое, что происходит при дегрануляции вот этих точных клеток, это резкое расширение капилляров. Вот эти 7 микрончиков капилляры тоже очень красиво это все у нас продумано. Вот такие литроцитики бегут. А литроцитик тоже имеет диаметр 7 микронов. Но поскольку сосуды у нас, вы знаете, играют, и это обязательно нужно, да? Но нам совсем не надо, чтобы одновременно происходило резкое расширение большого количества капилляров. Почему? Почему? Потому что, во-первых, из них начинает вываливаться что? Жидкая часть крови, плазма. И когда она идет, выходит, если это происходит с кожей, допустим, при контакте с каким-то стиральным порошком, с каким-то там, вот мы сейчас все там опрыскиваем всякими завязями, то есть химия для сельского хозяйства и так далее. Тогда что появляется? Отек. Отек. Да? Крабивница появляется, потому что вошла реакция с выделением гистамина. И головная боль, как правило. Потому что раз! Сосуды-то не готовы. Зуд, головная боль, отек и симптомы вот этого чего? Падение артериального давления. Второе, что происходит в любом случае аллергии, это вот эффекты, собственно, гистамина. Эффекты гистамина. А это вот зуд, покраснение, слезотечение, да? То есть повышение секреции тех самых слизистых, в которых фиксируются тучные клетки макрофагии. Да? Секреция повышается. А что при этом происходит? Вот и начинается резкий выброс мокроты. Должен был бы быть, если бы не еще один механизм. Да? Слезотечение, слюны, ну, слезотечение, как у Сагачи, может быть, да? И, конечно же, ренит, вот этот аллергический ренит, который невозможно ничем остановить. То есть вот льется эта вода, человек страдает, у него красный нос, ему стыдно, удобно, он не может дышать. Вот в этих случаях что делает? Адреналин. Он раз, закрутил сосуды, они сузились, и вот только тогда этот насморк прекратится. Ну, и, конечно, антикисталинные препараты. Ну, и что, дорогие друзья, и третий механизм это спазм, то есть с одной стороны это расширение сосудов, а с другой стороны это такой же резкий спазм, чего? Всех механизмов, точнее, всех круглых конструкций для выброса биологически активных жидкостей. гладкая мускулатура это называется. Что это такое? Это желчевыводящие пути, да? Это опять же бронхи с мускулатурой. вот это гладкая мускулатура. И вот тогда-то мы наблюдаем вот аллергический приступ, аллергический приступ, который захватывает органы пищеварения. То, что, о чем я уже сказала, да? Или вот тот самый приступ астмы. Причем, самое страшное для астматика и для их будущего то, что, смотрите, вот эти спазмы гладкой мускулатуры. Самое страшное то, что и почему они не могут до конца своей жизни избавиться, если только их не поместить в какую-то соляную пещеру, да? Или в какой-то шунгитовые апартаменты. Он так и будет вам давать это все. Почему? Потому что вот этот спазм бронха вызывает гистамин, а лейкотриены вызывают спазм гортани. Понимаете, как? И когда медиаторы воспаления присутствуют все, ну, тогда приходится очень-очень трудно. И это чаще всего приводит когда-либо, особенно при воздействии лекарств, к анофилактическому шоку. А вот это уже самое высшее проявление аллергии. То есть расширяются все капилляры, давление обваливается, да? Отекает то, что через что проходит у нас воздух, и это уже реанимация. И хорошо, если там сделают грамотно. И вот, а когда уже вот эти проявления есть, тогда приводят только самыми сильными биологически активными лекарствами, это что? Это гормоны. Но это искусственно созданные гормоны, потом тоже, которые наделают беды у нас. Понимаете как? Ну, понятно, какие механизмы? Ну, естественно, что я упрощаю. Вот поэтому вся линейка лекарственных средств, вся линейка, она, во-первых, что она ну, уже как бы не актуальна, потому что все эти супрастинные демидролы ушли в прошлое, да? Пожалуй, их только еще наркоманы используют. Ну, к сожалению, это есть в нашем обществе, и они их используют как средство потенцирующее, то есть усиливающее действие там их дел каких-то, барбитуры там и так далее, и так далее, опяты каких-то соединений. Вот. Препараты комплексного действия, которые действуют на все фазы вот этого процесса, ну, они и дорогие, и к ним наступает безусловно привыкание, да? У них почти нет вот тех свойств сонливость, апатия, нарушение координации движений, которые были в первой версии, но у них есть другое, понимаете? Люди вынуждены повышать дозу, но при этом, что все они объединяются одним словом. Это средство симптоматическое, то есть на что они действуют? Только на симптомы, но никак не на сам вот этот процесс. Никак. То есть получается, что люди привязаны, пристегнуты, как рабы на галерах, на галерах, и все, и никуда. люди, которые страдают пищевыми, пищевой аллергии, вынуждены не есть то, что они любят. Особенно попробуйте ребенка лишить этого. Это вырастет психопат, потому что ему не объяснишь, понимаешь, мальчик, девочка, тут у вас лекарь, и он говорит, дай мне все, понимаете? Тут еще такая психическая зависимость возникает. А как бы с теми людьми, у которых их жизнь зависит от лекарства, она вызывает аллергию. И это тоже, скажем, хоббл. Сегодня он не возьмет вот эти аэрозоли нового поколения, берадуал, типа, да, которые моментом расширяют бронхи и усиливают выброс вот этой мокроты, но при этом, что они едут, при этом они вызывают аритмии, сбой ритма сердца, сердечную недостаточность, все, а они привязаны к нему. И дальше они вынуждены к чему приходить? Они вынуждены приходить к смене препарата, к увеличению дозы, к усилению побочных эффектов. И получается вот эта порнография, которая в конце концов их приводит к инвалидности. Проблема же остается. Понимаете как? Уже на что они только не идут. Индустрия же придумывает дальше, если раньше были что? Ингаляторы махолида, простенькие такой, как саксофончик, такой маленький, стекла. А вот ты дышишь, и ты счастлив. А потом картошка там у нас была, картошка, картошка, нормально все. Потом появились вот эти вот ингаляторы, довольно тупые, потому что там же капли, как при побелке. Сейчас появились, и люди надеются, что все они решили пробивать. Сейчас появились небулайзеры. Как это модно, как это здорово. А ты отдай-ка за него ну там две тысячи рублей. И то ты не знаешь УВЧ брать или компрессионный тебе брать. Да, он тебе туман туда вот этот напустит в люки, он тебе все снимет, но он тебе присадит сердце. Понимаете как? Это очень страшная проблема. Очень страшно. Повторяю, для людей, страдающих дыхательными вот этими аллергиями, астмами, астматоидными приступами и хроническим обструктивным заболеванием в люки. Понимаете как? Это страшно все. Ну поэтому сколько бы мы не искали этого выхода, я считаю, что нужно как-то а возьмем еще как-то избавляться от этих вот иммунных комплексов. Я вам хочу вот что сказать. Смотрите, ведь все сибиряки кто чем болеет? Ну не у всех есть допустим там бронг. Ну нет, нет. Да отнюдь. Ну бронхит, понятно. Бронхит это дети, часто дети болеющие, корни заболевания всегда уходят в детство, но все сибиряки страдают хроническим чем? Чем? Абестархозом. Все, это извините, это как в танке. Все, это природный очаг. к чему я это говорю? К тому, что если даже вы пошли встали на путь избавления от апистор хоп, а как вы можете на это решиться? Если для этого нужна серьезная химиотерапия. Серьезная, понимаете как? Вот такое самопальное лечение, там, чеснока поел, карасины у бабки купил. Это, извините, это несовременно. Мы не неандертальцы, понимаете как? А так химиотерапия. Причем такая, которую наш известный аписторхолог профессор в пальцы прикрывает, как при раке. Но самое страшное в том, что вы пролечились. А почему же все равно болят суставы? Почему на погоду? Почему хватает астма вас все равно? Потому что при аписторхозе вот чем он еще спрашивает. Остаются вот те самые иммунные комплексы. Все. Вот где-нибудь сидит вот эта тучная клетка и прицепился к ней этот иммуноглобулин. И вот этот иммунный комплекс не выходит. Ему хорошо там, понимаете как? Вот поэтому еще и по этой причине нам нужно выводить в ряде случаев всем нам. Почему это? Потому что есть средства, которые как бы мало почему-то используют традиционные медицины. Это что? Сорбенты. Сорбенты. У вас есть хороший сорбент, но то есть проблема где-то вот знаете какой сорбент у вас? витаполанс. А какой? Витаполанс. А еще хитозан. Вот. Нет. Тут вот нужна хитозановая группа на самом деле потому что вот как раз хитозан-то не просто связывает, он вытаскивает. Это поглотитель не нет. Я вам сегодня рассказываю про другой совершенопродукт, вы меня не путайте. Так. Но при этом бывает еще вот такая вот интересная вещь. То есть люди, которые страдают аллергии. Ну еще раз прекрасно. Пыль там животное. Но есть вот эти самые клещи. Клещи, которые микроскопические клещи, которые существуют. Ну это природа, поэтому паразиты кругом. Они кругом. И бороться с ними просто бессмысленно на самом деле. Это только гигиена и профилактика. Вот эти клещи тоже вызывают очень серьезные аллергические процессы. Дерматозы, дерматиты, в частности атопические дерматиты и так далее. И паразиты же вызывают безусловно что? Будучи внутри нас, они вызывают конечно же очень серьезные аллергические реакции, особенно у детей. То есть это храпивница, это очень часто дискинезия и вот эта желудочно-кишечная форма аллергии с частыми поносами, диареями, со снижением аппетита, ну и так далее, нарушение обмена веществ. Понимаете, ну никуда нам не деваться на самом деле, никуда. Собаку ты любишь, она тебя тоже любит. А что она нам дает, кроме любви своей? Погавкает там кто-то, чтобы в квартиру не зашел, да? Она нам и хинопоко еще принесет с помойки, откуда-нибудь, понимаете, а там уже такая будет чудовищная аллергия, тогда уже появляется поли аллергия, мульти аллергия, понимаете, это то, что действительно реальную опасность. А есть такие вещества, просто безобидные совсем, которые в плацебо даже положить можно, ну что-то типа там какой-нибудь, не знаю, соды, да, ну какой-нибудь, там, не знаю, что, безобидные, короче, говорим, вода, вода, вода далеко не безобидная, там и диоксины, все, что водохлор, и так далее, у вас нету фильтра, почему-то, так вот, вы выпили эту воду со всей практически менделеевской таблицей, еще раз, это тоже минорные компоненты, только они очень вредные, понимаете, очень, а дальше они взяли и соединились с белками плазмы, получились гаптены, такие, и вот эти гаптены, совершенно неожиданно, непонятно для человека, вроде он работает, ну, нет, библиотеки нет, это пыль библиотечная, но он работает дворником, ну, хорошо, он на свежем воздухе, вот там, 10 капельников, а вот у него, пожалуйста, вот эта аллергия, то есть вот эти гаптены тоже добавляют нам вот всех этих изменений, но и еще один момент, вы же понимаете, что вот эти реакции не могут проходить без следа, да, не могут, раз тебя хватил приступ этой сильной лихорадки, до 2, до 3, до 4, а дальше деструктивные изменения начинаются, хронические воспалительные процессы присоединяются, а соответственно, а иммунитет-то, а он же не может без конца это все, этот иммунный ответ давать, и он устает, и возникает супрессия, то есть что? Подавление иммунитета, а еще хуже того, возникает извращение иммунитета в виде аутоиммунных реакций, аутоиммунных, понимаете? То есть это все достаточно серьезно, и повторяю, прибегать к лекарственным препаратам бездумно, да, аллергологи умные, я считаю, что у них есть очень хороший метод выведения иммунных комплексов, это десенсибилизация, знаете, да, но сначала ведь нужно выяснить, а на что же у тебя аллергия, это утомительные кожные пробы, это за талончиком стоять и так далее, ну, а потом, что-то, вот тоже неплохой метод, то есть в очень маленьких дозах, то есть совершенно таких субфармакологических вводится этот аллерген, зачем? Чтобы быстренько иммунные, иммуноглобулины схватили его и выкинули из организма, вот это, если, вот это десенсибилизация, что? а? Окошко-то, да, да. Так вы говорите или нет? Окошко-то, так, пожалуйста. А вы что мне так не делаете, я же не знаю. Не, не, все нормально, я просто окошко-то. То есть сейчас не работает? Все, продолжаем, продолжаем. Не, подождите. Подождите секунду, вы не включаете сейчас. Все? Подождите, не включайте, не, не, не. Выклеиваете. И опыль. Так, то есть куда ни кинь, то есть сюда, то есть получается, куда ни кинь, везде клеим. Понимаете как? И где же, выход у нас тут? Ну, вообще, вот есть вообще выход из этого положения? Куда-нибудь? Есть. Ну, наверное, безусловно, есть выход. То есть человеку отказаться от приема пищи, которую он любит, да, человеку, который страдает стеной лихорадкой вырубить у себя на даче сирень и все цветы, да, а соседи посадили, у него оно опять начинается. То есть это, что? Это отказ от того, что мы больше всего не любим. Отказ. А прикиньте, извините за выражение, представьте, отказаться от лекарств, которые являются жизненно необходимыми. искать аналоги, заменить или, а если на них тоже будет, и так далее. То есть проблема серьезная. Поэтому нам лучше всего заниматься чем? Вот очищением организма. Первое очищение. Вы это понимаете, сарапенты и так далее. Второе. Вот это то самое правильное питание и вот это элиминационная диета. Я хочу на ней остановиться, потому что элиминационная диета, она очень эффективная. она очень эффективная. То есть, смотрите, там вообще это интересно. У нас, например, слышали такой прием, когда женщины, мужчины с заболеваниями суставов рис едят в течение недели, замачивая его и вот это вот все, да? Но вот рис считается наименее аллергенным продуктом. И у нас вот эта элиминационная диета, то есть диета направленная на что? На снижение аллергии состоит, как правило, рис, репа и морковь. Почему? Во-первых, это грубая плетчатка, которая, соответственно, что? Сорбирует и выводит. Во-вторых, это продукты, которые все-таки мы употребляем редко. Ну, морковь, понятно, но вот репа, рис, ну, мы же не китайцы, но сделали какой-то пловик там, ну, ладно? Вот. А в Америке американцы, они являются как бы пионерами вот в области этой элиминационной диеты. Вот они включают туда индейку, грушу и да, тоже, кстати, рис. Тоже рис. Вот. И есть еще такой очень интересный овощ, и я бы вообще его рекомендовала всем, потому что он действительно и к рыбе, и к мясу. Никогда не встречали вот такую почти белую морковь с почти такими же... Это пастернак. Это пастернак. Пастернак – это очень полезная вещь для организма. Так вот. Эта диета очень тяжелая. То есть вначале человек отказывается от всего. Он не знает, что у него. И, извините, и наворачивает вот это все, то, что я обозначила сейчас. Потом, наконец, ему становится лучше, его там обследуют, вроде бы аллергии меньше. И вот тогда его сажают на вот эту элиминационную диету. После чего, после чего начинают по одному продукту добавлять туда все, что он ел раньше. По одному. Дал аллергию, его опять убирают, и все сначала. Это страшно. Но в этом плане, в этом плане, то есть я вам повторяю, что это совершенно официальный способ снизить вот эту дегрануляцию тучных клеток. Но мы сюда, если вот действительно у вас есть такая ситуация где-то, только так. Это первое и второе. Сюда же мы обязательно должны включать витапривол, либо это будут капсулы, либо это будет масло. Почему? Потому что это тот самый продукт функционального питания, который, кроме всех своих великолепных, позитивных эффектов, дает нам еще и противоаллергические эффекты. Вот давайте сейчас вспомним, что мы там говорили про все вот это. Вы помните, я вам рисовала, ну, как могла, конечно, я вам рисовала, что вот эти фитостерины, которые что, способствуют синтезу цитокинов. Помните, я вам говорю, что они умные, что они хитрые, цитокины, да? Что они могут и усилить, скажем, выброс медиаторов воспаления, а могут его снизить, да? То есть, я вам говорила, что они являются модуляторами. Чего? Выработки синтеза медиаторов воспаления. То есть, я вам говорила, что это гипоталавус, то есть, это подкорка наша, что это лимбическая система, да? Это гипофиз, и, соответственно, это что? Это почка, а вот это как шапочка Наполеона, это надпочечники, да? Вот, ну, не ходи вся плохо. Вот, то есть, и это самое главное, то есть, витапринол, те фитостерины, ну, будем говорить, фитостерины, да? Фитостерины, они здесь играют очень важную роль. Роль чего? Модулятор или оператор? Это кто такой? Оператор на атомной станции сидит оператор. Представьте, что будет, если он там что-то, да? Все, развлекется. Это дирижер. Зачем он смотрит? Вот сидит перед ним, маркет, скрипка с фальшивилом, палкой показывала, да? Трубан что-то там заголосила, не вовремя. А плохой, что, да? И ладно, никто не заметил ничего, да? А хороший не даст этого. Значит, фитостерины с цитокинами вместе являются тем самым дирижером, который приводит в порядок и эндокринную систему, извините, мы же имеем дело с гормонами, это тканевые, но это гормоны же, понимаете? И нервную, и сам иммунитет. Второй очень важный момент, второй. Вот это опять-таки мы возвращаемся к витамину D. Возвращаемся к тому, что не только препятствует арахиту, но не только там интеллект сохраняет на стадиях развития, то есть не сохраняет, а спровождает развитие вот этого интеллекта. Но это и то, что мне очень нравится, что витамин D является мощным фактором стабильности и неправильной работы. Ну, пускай это клетка будет и мембрана. Еще раз. Понимаете, для нас это непонятно. Ну, какая-то клетка, какая-то мембрана, да и, как говорится, и фиг с ней, да? Это не так. Вот представьте себе, что каждая клетка является фактически чем? Прообразом всего организма, да? Мы едим, чтобы получать энергию, и она ест, да? Мы выдыхаем, и она выдыхает. Мы выделяем, и она выделяет. Мы выделяем в окружающую среду, а она выделяет куда? Она выделяет межклеточное пространство, откуда ее успешно растаскивает лимфа. Так вот, стабильность мембраны. Почему, кстати, при гипертонии используют препараты, которые, например, как зовут? Я забыла как. Короче, препараты, которые снижают гипертензию. Препараты, которые действуют на обмен кальция. Почему? А вот смотрите, потому что мембрана для нас должна быть прежде всего чем? Тем фактором правильная мембрана. Толстая, жирная мембрана, потому что она состоит из чего? Из жира. Она регулирует калий натриевый насос. Да? Вот он, калий натриевый насос. Туда-сюда-обратно, как говорится, и всем хорошо. Понимаете, как? Это очень важный момент, когда правильно работает вот этот насос. Не бывает скрытых отеков, не бывает видимых отеков, не бывает гипертензии, и это способствует правильной работе еще и почек. Это кальций. Понимаете, как? И второй очень важный фактор, что витаприноле, а это жирорастворимая фракция, да, там есть жиры. Вот есть, говорят, миролюбивый человек, а я говорю, жиролюбивый. Мембрана жиролюбивая. Понимаете, как? Потому что именно вот эти жирные кислоты, которые, из которых состоит, это жиры, фосфолипиды, жирные кислоты, именно они и обеспечивают нам вот эту правильную всасываемость и высасываемость. То есть, понимаете, как здесь фитостерин идут, как жиры, как источник жира, да, и как, соответственно, сырье для производства витамина D, тех же яичной скорлупы, того же кальция хорошего, не надо никаких препаратов, понимаете, то есть, это ясно? Это ясно. Теперь, третий момент. Так, чувствую. А третий момент заключается в том, что вот фитостерины, ну, опять-таки, мы понимаем, что и цитокины, и все на самом деле, они действуют на вот эти самые гуморальные, так называемые, то есть, иммунитет в биологическом жидкости, не клеточной, а гуморальные иммунитеты, да, а вот это те самые цитокины, которые, как я еще раз вам хочу сказать, которые могут повышать, что, понижать количество провоспалительных, то есть, воспалительных вот этих вот медиаторов, и понижать количество, понижать количество провоспалительных, и повышать количество противовоспалительных. Я вам уже говорила, что противовоспалительные свойства фитостерина сравнимы с кортизоном, то есть с гормоном. Жаропонижающий, а там, где воспаление, там что, жар, температура, они сравнимы с действием аспирина. Это очень-очень важно. Ну и, наконец, очень важно то, но вы все слышали, что вот такие слова, Т-лимфоциты, да, Т-лимфоциты, это вот тимус, зависимый лимфоцит, они синтезируются, фактически их правоначальники, вот, вилочка в железе, вот есть Т-лимфоциты хелперы, помощники, а есть Т-лимфоциты киллеры, то есть убийцы, понимаете, как? Вот и оказалось, что фитостерины регулируют через цитокины вот этот синтез и увеличивают продукцию иммунных лимфоцитов, увеличивают ее, понимаете, то есть количественно увеличивают. Вот я вам, это понятно? Это понятно? Вот я вам простой пример приведу. Вот в 74-м году наши отечественные ученые, ну тогда еще Советский Союз был, да, они получили очень хорошие результаты при использовании фитостеринов, ну там смесь была, они же тоже там всякие бывают, там более 20-ти, при ревматоидном полиартрите, то есть аутоиммунное заболевание, все вы знаете, да? Вот там вся классика, отек, да, боль, признаки воспаления, нарушение функции и повышение температуры, то есть горячие. То есть они получали фитостерильность в пище, соответственно, у них вот эти воспалительные проявления уменьшались. Люди уходили с гормонов, с гормональной терапией. Еще раз напоминаю, что уход, вообще уход от кого-то или от чего-то всегда драматичен, понимаете как? Ну это и в отношениях и так далее. Здесь это более чем драматично, потому что когда человек вынужден уйти с гормонов, по разным причинам, у него возникает синдром отмены, то есть обострение всех признаков заболевания, всех. Понимаете? Вот это интересно. А здесь что? Не может быть это. Но это уже как бы преимущество об этом чуть позже. Значит, а уже в 80-х годах, и это еще раз повторяю, подтверждает иммунопротекторные свойства фитостерина. Фитостерин использовали у ВИЧ-инфицированных пациентов. Ну, если говорить о иммунодефиците, то мы будем говорить, что? Либо это ВИЧ, либо это, скажем, апластическая аниме, да, какая-то. Либо это лейкоз какой-то, потому что лейкоциты, это уже и что. То есть у них уже нет вот этих, у них уже отвалились вот эти все рецепторы, они просто, просто гной. Вот при таких серьезных состояниях испробованы были фитостерины. Опять же, вот в таких ничтожных количествах. И выяснилось, что ВИЧ-инфицированные люди, у которых вирусы, ну, вы знаете, вам рассказывали механизмы действий, это же как бы не тема сегодня, но противовирусные эффекты тоже доказаны фитостериной, да? То есть этот вирус внутриклеточный, то есть он в ядро залезает, ядро это голова клетки, это мозг, да? Вот он туда залезает и все, и все. И дальше он делает то, что он, так сказать, хочет. Ну, это не важно сейчас. А важно то, что уже через 12 месяцев, ну, я там сейчас не могу вам сказать точное количество, чего там они принимали, вот через 12 месяцев у 15% а был слепой еще контроль, клетка оказалась свободной от вирусов. Представляете себе? Нету его. То есть клетка сохранная, а до этого она была заселена, клетки были заселены вирусом, и модуль дефицита человека. Я считаю, что это просто абсолютное доказательство и абсолютная победа. Минорные компоненты пищи, никакие не лекарства, никакое-то сумасшедшее что-то. Это будущее, понимаете? Ну, много же леча-то у нас. Хоть мы и не негры, но откуда же он берется, откуда-то у нас, правильно? Это очень печально. И это будущее. Но это будущее, к сожалению, ну, наверное, пока еще не медицины, а пока вот тут Велтабер можно же взять, да? А зайдите к врачу, ко врачу, как говорят, ну-ка дай мне там фитостерин выпишу, он скажет, ну что, извините. Ну нет, мы гормоны вам сейчас выпишем, понимаете? Даже самый хороший доктор, но он не виноват, потому что такова система. Такова система. Вот это, как бы, я считаю, яркие такие доказательства того, чтобы того, что фитостерин, вот в этих ничтожных совершенно количествах, способны вот такие производить могучие, мощные эффекты. И противовирусные, и против микобактерий. То есть это та часть иммунитета, которая как раз и не справляется у нас. Вы знаете, микобактерия, туберкулеза, вирус гепатита, вирус герпеса и так далее, и так далее. Понятно, да? Так, а теперь я вам вот что хочу предложить. Вот смотрите. Значит, вы свои проблемы знаете, как бы. Значит, давайте будем уже с помощью витопринола избавляться от различных видов аллергии. То есть мы будем заниматься сейчас вторичной профиланцией. Да? И будем? Сейчас? Прямо сейчас. Сейчас вы пойдете купить, я вам расскажу, как делать надо. Так, смотрите. Ну вот. Но вот это рекомендации, рекомендации, я не буду про... Вот это вот, собственно, рекомендации, сделанные в институте, да? То есть они разработаны, как бы, самим, как говорится, отцом, нашим местным мафии биологической, вот, Валерием Владимировичем Серебровым. Ну вот я не успела просто его спросить, я сейчас спрошу. Вот эти рекомендации, они так где-то же апробированы, какие-то результаты получены? Ну, поликлиника Димакова. Вот, на Димакова поликлиника, там хорошая поликлиника на Димакова, они на все согласны обычно бывают. Ну, короче, хорошо все. Вот смотрите, я вам говорила, а, Илья не сказала, что вот эти элиминационные диеты, которые мы должны, повторяю, это не важно, какой вид аллергии. То есть мы занимаемся чем? Мы исключаем этот фактор из своей жизни по возможности. Дальше мы выводим эти комплексы, да? Выводим их. Дальше мы питаемся вот именно таким способом, для тех, кто этого не знает, но все равно для тех, кто знает, на что у него аллергия, да? Но, повторяю, в случае, когда иммунные комплексы сохранились, ему все равно нужно придерживаться классической теперь уже диеты, рекомендованной кем? Всемирной организацией здравоохранения. Не надо от нее отходить, понимаете? Она хорошая, нормальная, правильная. Я повторяю, что она фактически во многом повторяет палеодиету, когда мне на деталь сходил, дубинушка там что-то скалачивал себе с деревьев фиги там, не знаю, что бананы, ел злаки, рыбу, ну, все вот окей, прям вот как надо. И мы подключаем вот к этой диете, да? Преимущественно растительной питопринол. Раз это диета, как фактор функционального питания, да? Вот и соответственно, смотрите, вот сам производитель рекомендует нам. А, все, хочу сказать, не могу. То есть в течение года вот эти элиминационные диеты в течение года проводятся самим пациентом. И вот смотрите, ну, я считаю, что если у вас есть проблемы такие, это близко вам как бы, да? Тогда вы попросите вам, я вам просто сейчас, если хотите, вы можете записать. Значит, все это рассчитано на год. То есть прием внутрь вот этих минорных компонентов, фитостеринов, и т.д., и т.п., витаприноле, естественно, в каком виде? Капсулы, масло, да? Крем, естественно, если это крапивница, и дерматиты, дерматозы и так далее, и так далее. Экземы. Ну, свечи, я считаю, свечи, они являются мощным вспомогательным фактором, потому что, смотрите, какая интересная штука. Его нужно ничтожно мало, но много его не бывает. Нету передозировки. А почему? Почему? Не знаете почему. Ну, потому что есть такие природные масла, которые, повторяю, мы любим масло, организм любит это. Вот, например, касторку можно до 800 мл в сутки намазать. Литр. Ну, и куда ее? Вот здесь примерно так же. То есть достаточно 150 молекул, но вы можете 10 пузырьков выпить, и ничего не случится. Понимаете, пап? Это очень удобно, это комфортно. Ну, вот и получается. Смотрите. Вот, например, очень часто бывает тот самый атопический дерматит. Это дети, это паразиты и так далее. Вот смотрите. Схема употребления в случае атопического дерматита. Смотрите. Ну, понятно, что мы будем что использовать? Какую форму витапринола? Крем. Крем. Мы его с вами хорошо разобрали. Крем шикарный. Только маленькая упаковка. Надо 100 грамм. Значит, смазывание проблемных участков кремом. Ну, в принципе, как и любой крем, нужно наносить его на чистую кожу, да? Ну, а для этого у нас, сами знаете, что есть. Все, что надо, все есть. Все смазали на ночь. Все спокойно поспали, утром встали, пошли. Мне, кстати, всегда очень нравится добавлять какие-то такие эффектные вещи в какой-нибудь такой не очень интересный крем. Эффектные какие-то вещи. Допустим, эфирное маслечко там капнуть туда, да? Чай отберево. А? Чай отберево. Чай? Ну, это куда? Ну, это когда нужны эти септические эффекты. А можно апродизиак добавить, почему нет? Тут же не рой, и ланг, и ланг, попрасоваться, там, повертеться где-то и так далее. Значит, но можно же жидкий витапринол добавить, ну, даже в тот же детский крем ребенку, чем-то ж его надо смачивать и смазывать. Пожалуйста. То есть, ну, сколько будем капать? Ну, если какой объем баночки или там чего-то, да? Я считаю, что нужно где-то, ну, 3-5 капель на 50 миллилитров. Его же не надо много, понимаете? Эффект будет. Ну, и потом, все-таки еще раз, а вот эти антисептические эффекты, вот эти акне-вульгарис, да? Пубертатный период начался, гормоны забесились, соответственно, подросток или подростка забесились тоже, а самое главное, что это что? Кожа начинает реагировать на гормональные вот эти, да? Появляются акне-вульгарис, появляются вот эти фолликулиты и так далее, и так далее. Значит, пожалуйста, мы тоже можем использовать в чистом виде это или в разбавленном. И, соответственно, что? Внутрь-то тоже надо. Внутрь-то тоже надо. Плюс сорбентики. Но это, в принципе, если это было бы очень актуально, можно было, вот у вас же есть виргазовый доктор, можно было сесть прямо вот в схемку, опробировать, все нормально, да? Или нет? Можно. Вот. Понятно это, да? И все это мы будем делать не меньше, но посмотрите, год каждый день, ну, это как бы уже перебор, да? Это уже кодируется титус, то есть, в принципе, это можно делать, ну, 2-3 месяца подряд, сделать небольшой перерыв, чтобы организм не заметил. Там уже все, что надо, сформировалось. А потом продолжать это. Так? По ситуации. По ситуации. По ситуации. Ну, опять-таки, очень хорошо это делать когда? Летом. Потому что агрессивные солнечные лучи и вот эти все кожные дела, ну, особенно, кстати, псориаз, у кого-то это утихает, а у кого-то обостряется. Есть ли агрессивное солнце? Ну, и, соответственно, мороз и так далее. Вот это вот самая проблема, когда износа просто действительно как из крана бежит. Вот. Ринит. Значит, здесь можно применить, вот советует нам производитель, Валерий Викторингов, интенсивный курс. Но интенсивный курс не значит какой-то маленький. Это тоже год. Здесь просто применяется, я бы, например, вот вы пишете один первый, с первого по третий месяц, да? Ну, допустим, вы с января начали, новый год отметили хорошечко и поехали. Значит, январь, февраль и март две капсулы в день. Не надо сразу хвататься за большое количество. Две. Апрель-май, перерыв. И дальше мы начинаем, что? Уже на закате лета. Август-сентябрь. Пардон. Июнь-июль. Две капсулы в день. И перерыв. Уже не один месяц, а два месяца перерыв. Сейчас мы попросим прокомментировать, я пока вам просто зачитываю. И десятый месяц витапринол не менее двух капсул в день. Одиннадцатый месяц мы отдыхаем, один. И по прошествии годичного цикла мы опять-таки принимаем две капсулы в день. У меня вопрос такой, а можем ли мы, допустим, капсулы заменить маслом? Мы можем заменить в соответствующей... Чайной ушке. Пол чайной ушки. Да, два раза в день, да? Вот. Можно заменить, кому капсулы не нравятся. Это аллергический ринит. Вот вы знаете, что? Вот я сегодня ведь согрешила, у меня свечи же есть. А я простыла. Я болена. Тут у меня вот это риновирусная инфекция. То есть фактически симптомы-то те же, что и при аллергическом рините. Вот согрешила. Я взяла же свечку и другим концом себе вот так вот намазала. Обычно стиральным мылом это делаю. Но сейчас у меня его не стало дома почему-то. А свечки-то у меня есть. И я вот так вот помазала. Ну, видите, стою. И ничего. Так. Дальше. Ну, конъюнктивит – это такая очень частная проблема. Причем я вам хочу вот что сказать. Ведь есть целые сборники, которые посвящены лечению аллергии растительными препаратами. Растительными средствами, то есть травами. Понимаете? Везде всегда мы пишем на БАДах. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Но тем не менее. Та же самая вот вам пример. Такой солодка. Почему она является иммуномодулятором? Мы не понимаем, что она там делает. Что-то мы знаем, что она и отхаркивает, да? И иммунитет усиливает. И увеличивает жизненную емкость легких. И там, боже мой. И все на свете. Вот. Конъюнктивит. Вот я вам сразу говорю. Петрушка. Это шикарное. Это шикарное средство для того, чтобы убрать зуд, красноту, слезотечение. Вот берите свеженькую петрушку. Вот сейчас. Или сухую насушу. И раз ее там. Только не кипятком обжигает растение. То есть холодненькой водичкой залили. Чуть-чуть немножко. Оно постояло. Раз туда кипяточку приснули. И ванночки вот такие. Ватные диски. Супер. То есть флора, фауна нам помогает. Флора – это растение, это зверобой, девисил, календула. А фауна – это, конечно, хитозановая продукция. Ну и, соответственно, витапринол. Ну вот. Валерий Владимирович считает, что это тоже конечный цикл. Да? В тех же пропорциях и тех же дозировках. Проблема запущена. От конъюнктивита, да? Запущена. Да. То есть и ренит, и конъюнктивит. Вот это интенсивный годичный курс. То, что я вам сказала. Четыре перерыва и три вот таких курса. Глаза-то капаете? Что? Нет. Нет. Минуту школы. Нет, нет, нет. Мы смазываем, можно делать аппликации, втирание, растирание. На глаза закрытые. Это кожаные проблемы. Нет, пока не интересно. Нет. А я вам говорила, что ванночки можно делать из чего? Ванночки. Растительное сырье. Это петрушка, петросилия, да? Это петрушка, можно календу, можно череду, чистоте. Вот это взял. Это мы внутрь все делаем. Вот эти капсулы мы пьем, мы же выбиваем это все оттуда. Ну вот и пищевая аллергия, я считаю, что для нас была вот эта элиминационная диета плюс курс. А какой? А не меньше года. Не меньше года. Выбирайте то, что вам нравится. Либо это будет масло по пол чайной ложке, я считаю, это три раза в день. А я бы еще и свечи ставила для того, чтобы сделать более эффективным эту схему. Да? Ну и соответственно, по показаниям какие-то кожные проявления. Естественно, что мы не забываем, ну конечно, я сейчас говорю именно про витопринол, потому что продукт действительно, ну, уникальный, скажем так, да? Уникальный способ и так далее. И вы видите, на каком он уровне. Он уже почти что на информационном уровне действует. Он заставляет бегать вот эти лимфоциты. Вот это все, это же, это красиво, это вообще безумно все красиво, понимаете? Вот. Но мы не можем забывать про антипаразитарную терапию, естественно, потому что, как я уже сказала, вызывает аллергии. То есть мы все применяем в комплексе. Если вам что-то непонятно, вы обязаны, что, спросить доктора, который закреплен за компанией. Так. Вот такие дела. Ну вот крапивница. Ну как вы сами думаете, ну что при крапивнице мы будем делать? Естественно, мы будем использовать точно так же крем, но всегда нужно его совмещать с чем? С приемом внутрь. И, как я уже вам говорила, наиболее эффективно все-таки применение свечей. Потому что нет препятствий на пути всасывания. Нету. Соответственно, эффективность очень высокая. Понимаете, как? Очень высокая. Но хочу вам сказать, что при всех видах крапивницы и атопического дерматоза очень часто используют все-таки гормональные кремы. Фторакорт, знаете, да? Приднизолон. И ведь они действительно супер помогают. А? Финистил. Финистил. Они помогают, это очень хорошо. Но опять-таки при длительном использовании они что? Они настолько, понимаете, сильные, что чуть-чуть вы его переборщите там, где вот у вас проблема. То есть та же самая, что крапивница, покраснение, белое пятно будет. И оно долго будет. То есть оно спазм вызывает. Понимаете, как? И вы будете в горошек вот так вот ходить? На себе не показывают. А этого ожидать от витапринола невозможно. Понимаете, как? Я вам сейчас, ну, перечислю такие видимые, объективные преимущества все-таки грамотных, растительных, природных, натуральных, натуропатических средств перед лекарствами. Вы не забывайте, пожалуйста, что витапринол, в частности, как и любой грамотный БАД, несет в себе массу биологически активных веществ, понимаете? Чего нет ни в одном лекарстве. И никогда не будет. Никогда. Было, правда, были таблетки такие, КН. Да? КАЭН таблетки были, календула и неоцин, витамины. Вот это при раке применяли. А сейчас нету. Потому что нам кто-то делает это все? Австрия, Германия пасутся тут на Нивах, на наших, да? А мы там в очереди стоим и так далее. Смотрите, массу тут есть фенолы. Тут есть опять-таки тверцетин. Тут есть могучая масса витаминов, каротинов, хлорофилла и т.д. и т.п. Оно же сохраняется при этом? Ну что нам надо-то еще? То есть мы, излечиваясь, то есть профилактируя аллергию, получаем год мы с вами пьем капсулы. Что у нас с холестерином будет? Снижаем. А он вынужден просто снизиться. Все никуда, правда ведь? То есть мы занимаемся еще и профилактикой инфаркта, инсульта, да? Защищаем себя от онкологии и так далее. Это же изумительно. Вот вам первое, я считаю, основное преимущество. Второе. Передозировать его невозможно. Вызвать аллергическую реакцию невозможно, если она не произошла при первом контакте. Хотя я не считаю правильным этот тест, смажем кожу. Повторяю, если, ну, видите, хвойные как бы они, ну, мы дышим ими, там, берем их, там, елку ставим. То есть какие-то количества все равно там есть у нас в организме. Понимаете как? Это второе преимущество, да? Нет синдрома отмены, нет побочных реакций, кроме всего самого необходимого и приятного для нас. Если извините, мы вспомним, что свечи, это преднол используется у нас при простатитах, да? При аденомах мы защищаем наших мужчин. Да, у него там аллергия, у него апистархоз, у него там вообще на все аллергия, да? На все, да еще и эректильная дисфункция. Это же супер. А что это нам дает? Это нам дает возможность ходить в одно место, в одно, а не в тысячу. Уролог, андролог, сексопатолог, терапевт, психотерапевт, и так далее. Детционист. Ну, да. Понимаете как? Значит, вот это вам преимущество, огромные преимущества. Ну и что? Для меня, например, очень важно то, что витапринол, ну, как и любой, собственно говоря, другой, грамотный, повторяю, БАД, он значительно уменьшает дозы лекарственных средств, которые людям необходимы по жизненным показаниям. Извините, если у него хобл, у него с небылазера в обнимку ходит, он никогда не откажется. И они панически боятся всего нового, потому что это может у них вызвать аллергия. Но если он сделает это себе, он почувствует этот эффект. Вот. Ну, вот, и, конечно, и, конечно, очень важный фактор, то, что мы без лекарств, только используя что? Пищевую добавку, еду, жидкость, мы с вами получаем эффекты, сравнимые с кортизоном и с аспирином. Что надо-то? А что нам надо еще? Ничего. Как правильно называется эта диета? Диета называется эллиминация. Это не эллиминация, когда все говорит, а эллиминация. Это физический термин. Ну да, это взаимоуничтожение. Эллиминация. Видно, да? Эллиминация. А вот вы бы видели, у вас нет возможности, к сожалению, показать слайды. Если бы вы только один раз посмотрели на портрет тучной клетки, вы бы ее полюбили. Она безумно красивая. Безумно. Она яркая. Вот эти вот антенны из нее торчат. И вокруг вот это все, это сумасшествие. Фома возможности показать нету. Вот. Вот это вот диета. Ну вот Валерий Владимирович, вот он считает, что... А, ну вот Валерий Владимирович, например, ну я вам сказала то, что вот я считаю, чем это для нас. А вот вообще на самом деле, я это всегда говорю, что вот эти хвойные, они же еще чем хороши для всех. Ну это вообще конкретное противоцинготное средство. Эти все диеты, эти все вот эти вот малосольные делицы, которые там цокают по масловой, там не знаю чем, такими-то нитками. Вы что думаете? У них у всех. Гипер, если не агитареноз. Они не едят ничего. Они все голодают. Знаете, как? Они панически боятся сливочного масла кусок. Сало у пасекожи. А сало это шикарный источник как раз того, что животный, как раз того, что мы ищем везде, да? Эмега-3, эмега-6. Вот вам, пожалуйста, контингент. Так, а вот Валерий Владимирович говорит о том, что кроме всего прочего, ведь мы же здесь имеем, ну все-таки керцетин и там чего-то немножечко, да? Полифенолы. Полифенолы, да. Вот они обладают... Керцетин это моноксинол все-таки. Моноксинол. Ображен ошибками роста. Ну дайте ему вот это все. И оно будет. Знаете, как? Значит, я вот искренне считаю, я вам всегда говорю честно все, прямо что по разным компаниям, как говорится, ходим, знаем, где есть бренды. А бренды в компании Элтап, я считаю, это супер... Что? Что супер? Супер Витапринол. Это, конечно, Витапринол. Это супер Хитозан. Да? Что еще? Стрелкор. Безусловно, это стрелкор и, конечно, это чистолон. И замечательная Хитозановая серия. Это действительно бренды. Ну, сегодня мы с вами говорим о Витаприноле, то есть продолжает цикл елки-палки или елки-зеленые. Ну, у меня в принципе все. То есть, если вы хотите спросить что-то, вы можете... Да нет, нет. Спросить вы спросите. Ну, сейчас я у вас спрошу вначале, хорошо ли вы приготовили уроки. То есть, понимаете, что, конечно, нас очень привлекает к новому продукту, который мы не знаем, отзывы людей. Ну, Дина Дмитриевна у нас сейчас что-нибудь обязательно, а Светлана Георгиевна сразу убежала. Нет, хорошо, тогда я так вас спрошу. Ну, вы у кого-то из присутствующих, ну, тут стесняться же не надо. Есть какая-то аллергия? О, у оператора сейчас он нам расскажет. Так, ну, давайте, давайте не стесняйтесь. Вот он сейчас чешется сидит. Нет, 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 я просто чешусь тобой. А вот, кстати, сейчас тоже новый вид сравнительно аллергии появился, холодовая аллергия. Знаете, да, да, да. Потому что отрабатывается. Ну, вот, то есть аналог крапивницы, но на холод. Вот так вот, Сибирь, матушка. Ну, пожалуйста, вот вы нам расскажите, кто-то в камере. Секундочку, секундочку, секунду. Так, 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 так. Сейчас, секунду. Вы приставьтесь, пожалуйста. Так, секундочку, секундочку. Приставьтесь, пожалуйста. Готовы? Анухина, Людмила, ну, вот у меня, вот, посмотрите. Вот, покажите. Ну, вот, я всегда думала, что на ботву помидор. Ну, вот я их пообирала при стенах. Думала, на улице у меня нормально будет. В теплицу я не захожу уже два года. А на улице, думаю, мне нормально будет. Ну, вот так вот получилось, что не совсем нормально. Так, вы уверены в том, что это именно помидоры? Ну, а писторхи это мое. Подождите, нет, нет. Вот это как раз тот самый вопрос. У человека аллергия, он не знает на что. А может, еще на что-то есть. Реально с помидорами растет. Ну, вот, вы знаете, я в теплице, у меня был такой момент, что у меня вот спазм был. И я теперь туда не захожу, я боюсь. Хорошо, у меня второй, вот такой второй вопрос. Вы чем-нибудь опыляете в теплице? Зависть, подкармливаете чем-то? И не подкармливаете ничем? Нет, нет. Ничем не подкармливаете. Очень странно. Ну, вот я даже туда захожу, я просто вот, зашла и вышла. Я даже вот, как помидорный запах. Вот он уже вот сюда, я его чувствую. Понятно. И вот это, а это кондастная уже у вас, да? Да, но я на улице думала, что у меня нормально будет. А когда вы кушаете помидоры, как? Ну, нормально. То есть вы любите помидорки? Ну, как, ну, ем, но не то, что люблю, но ем. Ну, мне очень нравится тоже вопрос. Вы говорите, ты помидоры любишь? Ну, так нет, а кушать, да? А так нет. Ну, ем, но немного я их ем, потому что тяжелая пища. Тогда вы мне на третий вопрос ответите. Вы пробовали битопринол? Да нет, конечно. Нет. А вот вам, пожалуйста, представляется случай. Ну, я хочу попробовать. Вот. Поэтому приехала сюда. Понимаете? То есть вот именно, ну, если уж я в прошлый раз говорила о том, что даже элементы при псориазе, а там нужно разные направленности средства и смягчить, и заживить, и эту перхоть убрать, вот. И, конечно же, что, совсем ее ликвидировать? Даже при псориазе помогать? Спасибо. Я, конечно, попробую. Спасибо. Ну, я вам рекомендую, конечно, взять крем. И вы можете его использовать еще и как фотозащитный крем, и как, и смягчая пятки, это против трещин там, все, и так далее. А помимо крема что еще? А выбирайте или свечи, или капсулу, или подпить, потому что то, что вы будете пить масло, что его можно... Что эффективнее? Вы знаете, что эффективнее комплексное применение. То есть крем и внутрь. А вы выбирайте. Если вам... Ну, там скажут, какой вкус твой. Если вы не любите вот этот елочный, палочный вкус... Нормально. Любите, значит, тогда возьмите, конечно, масло. Любите. Понимаете, как... Так, так, у кого еще аллергия есть? У кого еще аллергия есть? Какая-то? Ну, может, это не аллергия у меня, но вот здесь вот у меня от солнышка все время высыпание. Фотодерматоз. Это то, о чем мы говорили. Я в прошлый раз крем взяла. Я даже забываю мазать. Первый раз помазала, уже мягче стало. А сейчас вообще... Ну, раз в три всего помазала. Вот. Ну, правда, сейчас и солнце яркого нет еще. Но прошло, а потом будет как такое солнышко. Машка. Все равно какое-то количество времени держится. Ну, замечательно, да? Да, прямо быстро. Так, да, мои господа. Спасибо большое. Так, ну, неужели ни у кого больше аллергии? Я прям не знаю. А аллергия есть, но не приходилось пользоваться еще. Да, да. А аллергия есть? Постоянно. Навалом аллергии. Нет, нет. Так, давайте попросим человека все-таки рассказать. Но вы кремом... Ну, слушайте, это очень интересно. Потому что это будет клиническая апробация, моно такая. Вот смотрите. Ну, вы нам расскажите только кратенько вот так. Что у вас? Пищевая, бытовая? Какая аллергия? У меня вначале было на клубнику. Когда я в девятом шепла училась, приехала. Спускай. Приехали мы на поле. Там солнышко приморило меня. Я прилегла. Приехала домой на следующий день. У меня, значит, зуд сумасшедший. Ну, что? Зуд. Так. Ну, давали мне вот эти все препараты, которые много лет тогда. Осталась аллергия? Сейчас я даже нос оттуда не суюсь. То есть она осталась? Вот. Понятно. Я просто боюсь. Вот. Потом поехали в мавкохоз. Нам на скамейке места не досталось. Нам водитель набросал травы. Это вот осуд. И я, значит, у меня эти были... РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...